Из года в год в этот день совершается особое торжественное богослужение. И в этом году, 20 числа, богослужение в нашем соборе совершит высокопреосвященнейший Пантелеймон, митрополит Красноярский-Ачинский, который на данный момент, в связи с тем, что епархия у нас сохраняется, является временно исполняющим обязанности управляющего нашей Каннской епархией. И богослужение будет совершено им, и начнется оно в 9 часов утра. Праздник Святой Троицы, или как его называют, 50, как он является 50-м днем после Пасхи, считается еще и днем рождения Церкви. Именно сошествием Святого Духа утверждается в мире христианская вера и начинает свое бытие Церковь Христова. В день Святой Троицы, прям каких-то особых обычаев, именно церковных, я говорю не о однородных обычаях, не о каких-то суевериях и так далее, я не буду говорить, о каких-то прям особых церковных обычаях нет, который у нас на Руси прижился. И даже в каком-то смысле мы этого ждем, это украшение храмов зеленью. Чаще всего это молодые березки, полы храмов устилают травой, и вот это вот буйство зелени, буйство весенней жизни, оно вот как-то проникает не только в ограду храма, мы здесь видим все-таки много зелени, но и, конечно же, непосредственно сам храм. Это есть не просто желание украсить, а это есть желание вновь и вновь вернуться к глубочайшему смыслу этого праздника. Дух Святой, сходящий на апостолов, вдохновляет, оживотворяет и дарует им благодатную помощь в служении церковным. И в церковных молитвах Дух Святой называется животворящим.